МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за 3,5 года съемок, тысячи метров от снятой пленки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер. Тяжелейшие испытания для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с российскими железными дорогами представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. Сегодня мы путешествуем по самой удивительной дороге нашей страны, а может быть и мира. Она находится на широте, где сама природа противится всякой человеческой деятельности. Многие документы, касающиеся ее строительства, и по сей день находятся под грифом «Совершенно секретно». Нас ждут вокзалы-призраки, встречи с заполярными кочевниками и путь по дороге, который ведет в никуда. Первые проекты дороги, которые объединила бы Русский Север и Полярную Сибирь, появились еще в конце 19 века. Но в то время они были нереальны. После победы над фашизмом советское руководство решило, что теперь для народов СССР нет ничего невозможного. Представленный в 1946 году Иосифом Сталином план железнодорожного освоения Сибири и Дальнего Востока казался настоящей утопией. Он предусматривал строительство в труднодоступных местах Советского Союза железнодорожной сети общей протяженностью более 11 тысяч километров. Ее основой должна была стать трансполярная магистраль. Это был самый грандиозный железнодорожный проект прошлого века. А в итоге дорогу назвали «Мертвой». Сейчас действуют лишь отдельные ее участки. Мы хотим изучить маршруты проходчиков и строителей магистралей и найти свидетельство этой самой таинственной стройки сталинской эпохи. Дурманящий запах багульника – то немногое, над чем действительно невластно время. Мне кажется, именно этот аромат сопровождал безвестных строителей 503-го проекта, когда они отсыпали насыпь, укладывали вот эти шпалы коротким полярным летом в ожидании бесконечной 9-месячной полярной зимы и ночи, в течение которой работы продолжались. Здесь воочию видно, как время и природа неумолимо поглощают следы непосильного человеческого труда. Именно здесь, возле Салихарда, начинается наше путешествие по «Мертвой дороге». Дорога задумывалась, как сухопутный дублер Северного морского пути с конечным пунктом в Чукотском Анадыре. Планировалось, что магистраль пройдет вдоль полярного круга и объединит крупнейшие города и порты Крайнего Севера – Салихард и Гарку на Римск. Было построено полторы тысячи километров стальной трассы в безлюдной и неосвоенной тундре. Большинство из строителей – заключенные главного управления железнодорожного строительства, одного из крупнейших главков всесильного ГУЛАГа. Казалось бы, что может быть банальнее, чем паровоз, установленный на постаменте? Сколько их стоит по всей стране, как памятники ушедшей железнодорожной эпохи? Но этот особенный, он стоит не на парадном вокзале, и путей нет вокруг него. Стоит он в голой тундре и производит странное, я бы даже сказал, немножко зловещее впечатление, потому что устремлен он в никуда, как в никуда была устремлена мертвая дорога. Это одна из самых малолюдных частей России. Плотность населения составляет не более одного человека на 25 квадратных километров. Близость гор можно определить по каменным распадкам и небольшим утесам, по краям высокой железнодорожной насы. По словам наших проводников, здесь имеется сразу несколько объектов бывшей сталинской стройки, находящихся чуть в стороне от железной дороги. Чтобы отыскать их, нам придется покинуть наш поезд. Может быть даже кофр туда наверх взять, сидеть наверху, а тут как сначала дорога, когда самое интересное начинается? Сейчас поворот вон сверток, и в лес уходим. И в лес уходим, да? Почти сразу выясняется, что автомобильных дорог от Харпа до станции Полярный Урал, указанных на картах, на деле не существует. Это лишь едва заметная колея, то и дело прерываемое необъятными лужами. По размерам они больше напоминают маленькие озера. Многометровые сугробы сходят здесь лишь к началу июля, а остатки в затененных низинах и балках не растают до следующей зимы. За бортом вездехода меньше 10 градусов тепла. Довольно прохладно даже для северного короткого лета. Но, как говорят местные жители, это и к лучшему. Резкий ветер и холод отогнали тучи комаров и мошки, которые мешали железнодорожным строителям ничуть не меньше мороза и метели. Точные данные о нахождении объектов ветки чум Лабыднанги в районе плато Рай-Ис до сих пор засекречены. Добраться туда оказалось непросто даже на специальной технике. Вездеход несколько раз ломается, стальные гусеницы машины просто не выдерживают здешнего абсолютного бездорожья. Непонятно, как в таких условиях можно было вести строительство. Ведь даже песок и щебень для насыпей приходилось доставлять сюда из центральных районов страны. Мне, честно говоря, кажется, что наследие 501-го проекта, дорога Чум Лабыднанги, это одна из самых удивительных железных дорог в нашей стране. Вообще-то немногие знают о том, что здесь железная дорога пересекает горы Полярного Урала. И уж совсем считанные люди имеют представление о том, какие фантастически интересные места лежат по ходу этой дороги. Природа здесь осталась почти нетронутой. Дорога проходит мимо знаменитого плато Рай-Ис. Здесь удивительное разнообразие природных ландшафтов и объектов. Здесь есть горные тундры, лиственничные леса, озера, скальные стенки, каньоны, реки. Все это на очень небольшой площади. Бурая горная тундра то и дело вспыхивает яркими пятнами цветов, которые торопятся расцвести и дать потомство в считанные теплые дни. Выживание в горах Полярного Урала – это настоящее искусство. Годовая разница температур достигает 100 градусов по Цельсию. Это очень агрессивная среда обитания. Можно лишь догадываться, что приходилось испытывать первопроходцам и строителям 501-го проекта. Через несколько километров местность становится совсем непроезжей. Колея упирается в реку Собь, которая разделяет столовые горы плато Рай-Ис на две равные части. Здесь находятся естественные геологические ворота в Уральском хребте, которые издавна использовались северными народами. Через них и прошла трансполярная магистраль. Смена погоды происходит с удивительной быстротой. Природа то и дело устраивает нам настоящее представление. Среди каменных распадков мы обнаруживаем странные серые бятна на почве. Вот удивительный опыт. Вот впервые в жизни я встаю ногами на настоящий мерзлотный плывун. Это ощущается, как какой-то мусс или желе мороженое Семифредо, итальянское мороженое. Вот точное сравнение. В буквальном переводе полузамороженное. А это полуотмороженный в вечной мерзлоте грунт. Самая опасная штука. Бич всех строек в Заполярье, в том числе и строительство железных дорог, был во все времена. Остается и теперь огромной проблемой. Это то, что затягивает в себя, как говорят железнодорожники, верхнее строение пути. То есть балласт, шпалы, рельсы, может быть и поезда. Дорога постоянно испытывает разрушительное воздействие, сдвигав с северной почвы. Железнодорожникам времен сталинской стройки приходилось оперативно придумывать новые технологии для борьбы с коварной мерзлотой. Например, чтобы она не оттаивала, применялся обычный мох, который в изобилии растет прямо под ногами. По договоренности с машинистами мы должны ожидать наш поезд возле небольшого полустанка. В сотне метров от действующего полотна мы случайно находим первые весомые следы мертвой дороги. То, что издали показалось нам грудой металлической рухляди, таило в себе настоящий клад для исследователя сталинской стройки. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Эти строки были написаны позже, уже я родился в то время, но они невольно вспоминаются здесь. Это 141-й километр трассы Чумла-Бэтнанги, 501-го проекта. Здесь находился лагпункт, базовый лагерь строителей этой трассы. Вот это, по-видимому, дверь карцера. Предметы лагерного быта валяются здесь буквально под ногами, благо тундра хорошо сохраняет следы человеческой памяти. На перегоне от разъезда 141-й километр до станции Полярный Урал мы пересекаем невидимую линию, отделяющую Европу от Азии. По первоначальному замыслу наш поезд должен был достигнуть западной границы Полярного круга без долгих остановок. Но нам приходится экстренно тормозить. Большое стадо северных оленей неторопливо пересекает железную дорогу. А это значит, что где-то неподалеку расположились северные кочевники – ненцы или эвенки. Жизнь этих людей тоже связана с железной дорогой. Их стойпища часто располагаются поблизости от небольших полустанков ветки чум Лабетнан. Ненцы живут в Уральской тундре уже больше тысячи лет, и быт их мало изменился за это время. Здесь царствует своя, достаточно строгая иерархия. Самый высокий среди пяти чумов принадлежит главе семейства – Ефиму и его жене Ульяне. Хозяева угощают нас мясом молодой оленьей самки – важенки. Что, можно попробовать? Можно, да, горячее. По традиции, его подают самым дорогим гостям. Мы пытаемся расспросить Ефима о следах 501-го строительства. Ненецкие старейшины еще помнят о послевоенном пришествии в тундру людей и техники. Но рассказы Ефима столь колоритны, что напоминают скорее красивые ненецкие легенды для любопытных путешественников. Для фотосессии хозяева надевают национальные костюмы – праздничные ненецкие малицы из толстого войлока и оленьих шкур. Вот на меня, да, если можно. Вот отлично. Видите, как нам везет? Все-таки погода очень часто меняет. Да, свет включили нам прямо под съемку. Съемка продлилась недолго. Нам пора возвращаться в поезд, а хозяева начинают собирать чумы, чтобы отправиться дальше в тундру вслед за своими оленями. Съемка продлилась в тундру вслед за своими оленями. Вот такова специфика железнодорожных экспедиций, наших приключений. Здесь, вдоль Урала, мы движемся по однопутной дороге. Это создает массу проблем и сложностей, потому что наш поезд едет очень медленно. Мы работаем, снимаем с борта нашего поезда. И поэтому нам все время приходится на маленьких уральских станциях вставать, как говорят, на пропуск поездов или скрещение с поездами. Пропуск – это когда надо пропустить попутный поезд, а скрещение – это когда поезд идет навстречу, и надо уступить ему дорогу. Следующим пунктом нашей экспедиции мы выбрали Междуречье, Аби и Енисея. Здесь, в районе Полярного круга, еще остались нетронутые объекты строительства мертвой дороги. Такое стремительное перемещение по стране стало возможным благодаря нашему партнерству с российскими железными дорогами. Новый Урингой, Пангады, Надым – название, словно взятое из выпуска программы «Время» середины 70-х. Ничто на севере Западной Сибири уже не напоминает о безлюдной девственной лесотундре, которую довелось увидеть пионерам трансполярной магистрали. Об истинном назначении мертвой дороги и по сей день ведутся ожесточенные споры среди историков. Была ли трансполярная магистраль капризом всесильного тирана, или это случай гениального предвидения? Экономические расчеты сталинской эпохи показывали, что даже при самой интенсивной работе трансполярная магистраль не смогла бы стать рентабельной. Тем не менее, на строительство были брошены огромные силы. Уже позднее, в период освоения газовых месторождений Ямала, здесь снова началось железнодорожное строительство. Наши путешествия продолжаются, и на маневровом локомотиве мы следуем из Уренгоя в Надым, практически параллельно полярному кругу. Благодаря ответвлению широтной магистрали Тюмень-Сургут-Новый Уренгой, стало возможным появление современного Надыма, в окрестностях которого добывается десятая часть всего природного газа страны. Качество пути здесь невысокое. Дорогу и сейчас не приняли в эксплуатацию. Наш поезд делает не более 10 километров в час. Теперь уже не нужно тратить долгие часы на поиски следов сталинской стройки. Новые пути проложены по укрепленной древней насыпи. По краям действующего полотна разбросаны рельсы и шпалы конца 40-х годов прошлого века. Здесь можно найти не только железнодорожные артефакты, но и печальные признаки гулаговской эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Свойства северной природы в том, что она очень долго сохраняет следы прошлого. И, наверное, в этом может посоперничать с человеческой памятью. Это один из лагерей 501-го проекта. Мы находимся всего в 100 метрах от железнодорожного полотна Уренгой-Надым. К большинству хорошо сохранившихся памятников мертвой дороги можно добраться только на вертолете. В двух с половиной часах лета от Надыма в глубокой тундре находится самый большой из известных объектов сталинской стройки. Разъезд долги, к которому мы направляемся, был крупнейшим перевалочным пунктом на магистрале. Там находилось Тазовское депо на полтора десятка паровозов. Если верить свидетельствам очевидцев, то путешествия к долгому способны изменить все наши предыдущие представления о трансполярной магистрале. Честно говоря, до той самой минуты, когда наш вертолет коснулся земли и высадил нас здесь, в этом очень труднодоступном и трагически известном месте, мы не верили до конца, что мы тут окажемся. И даже сейчас меня не оставляет чувство тревожного волнения. Берег реки Таз, разъезд долгий, мертвой железной дороги Салихард и Гарка. Об этой заполярной сталинской стройке очень много сказано и написано, и правды, и домыслов. Мы попробуем, наконец, увидеть все своими глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, мне кажется, что можно бесконечно рассматривать фотографии и читать исторические ученые тексты, но когда такое видишь воочию, это производит абсолютно другое впечатление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не музей под открытым небом. Настоящая рабочая станция, которую в одночасье оставили люди. Стройку закрыли в марте 1953 года, сразу после смерти Сталина. И тут же стало очевидно, что весь проект держался волей одного человека. Заключенные и вольно-наемные покидали объекты еще живой дороги стремительно, забирая с собой лишь то, что можно было унести на руках. О технике никто не думал. Все, что не могло ехать само, безжалостно бросалось на произвол судьбы. Затерянный в тайге разъезд выглядит как памятник гигантскому людскому отступлению перед превосходящими силами природы. Удивительный объект. Это целый поезд, который когда-то приехал в тайгу, остался здесь навеки и теперь пророс насквозь деревьями. Очень трудный объект для фотографа, потому что как передать эту атмосферу забвения, которая царит вокруг? Ассоциации напрашиваются сами собой. Это так похоже на всемирно известные храмы Ангкор-Вата в Камбодже, которые, как известно, насквозь проросли джунглями. Недалеко от поезда, состоящего из двухосных трофейных вагонов, навсегда застыло несколько паровозов серии ОВ. Знаменитые овечки были незаменимы на Крайнем Севере. Только их могло выдержать слабое полотно трансполярной магистрали, подтачиваемое вечной мерзлотой. По степени неприхотливости и надежности им, пожалуй, не было равных в своем классе. Они могли ездить на дровах, угле и мазуте. А если обычного топлива под рукой не оказывалось, в ход шла даже сушеная и вяленая рыба. Дорога строилась из собранных по всей стране материалов, которые с большим трудом удалось доставить за полярный круг. Даже деревянные шпалы нужно было везти из республики Коми. Тонкий местный лес оказался непригоден для укладки в основу дороги. Машины, рельсы, гравий, металл – все приходилось завозить с большой земли. Мы обнаружили, что даже рельсы для строительства использовались самые разные. Настоящий путевой раритет – от дореволюционных демидовских до трофейных немецких. Любая из ржавых деталей, разбросанных под открытым небом, могла бы стать достойным экспонатом железнодорожного музея. КОНЕЦ Вот это да! Вот действительно, связь времен, она познается вот в таких деталях. Неужели человек, который когда-то положил этот тормозной башмак под колеса паровоза «Овечки», мог себе даже приблизительно представить, чья рука и когда этот башмак снимет. КОНЕЦ Разъезд долгий стал кульминацией нашей экспедиции к мертвой дороге. Мы покидаем его со смешанными чувствами. С одной стороны, нам удалось непосредственно прикоснуться к истории строительства магистрали и выполнить все пункты экспедиционной программы. Но все же осталась некоторая недосказанность. Многие загадки мертвой дороги мы так и не смогли разгадать. Да и не просто понять все сложности строительства, не побывав в этих местах зимой, которые длится 9 месяцев. Здесь, на берегу реки ТАСС, родилась идея еще одной – незапланированной изначальной экспедиции за полярный круг. В ее осуществлении нам поможет наш главный партнер – российские железные дороги. Только произойдет это уже в холодную пору, с буранами и вьюгами, которые сопровождали стройку большую часть года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok